Девушки отдыхают Я бы что попросил у Господа Бога, чтобы те моменты, которые мне приходилось принимать кардинальное решение, чтобы Господь Бог меня отвел от этого. Что вы понимаете под кардинальным решением? Когда это угрожает конкретно опасность, я беру за оружие. Девушки отдыхают Сколько раз на вас покушались? Четыре. Именно убить пытались четыре. Вам приходилось убивать? Защищаю свою жизнь или честь, как в том случае, когда я сел во второй раз. Везде, где есть интерпол, меня могут арестовать. От этого я болею. Вот это вот солнце, которое здесь есть, я его вижу, больше не вижу. На море я не могу выехать, это не могу выехать, туда не могу и выехать. Я привык шикарно жить в хороших гостиницах. Я это люблю, от этого, наверное, все завидуют мне. Я люблю шик, я люблю жить по-широкому, люблю тратить деньги, если они у меня есть. Я люблю в хороших гостиницах, в хороших самолетах летать первыми классами, на частных самолетах. Люблю плавать на яхтах, ну что, ну не дают мне. Люблю плавать на яхтах, ну что, ну не дают мне. Воспоминание, в Испании, 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 в Испании. В самое ближайшее время многочисленных приказиров, авторитетов и рядовых боевиков заканчиваются строки заключения. Так что же ждать новой криминальной войны? Российский криминальный мир стал притчей во языцах во всем мире. Этот страшный, таинственный и закрытый мир будоражит фантазию многих людей. По каким законам он живет? Откуда его корни? Кто эти люди? Все окутано тайной. Приподнять завесу помогут нам наши герои, которые сделали блестящую карьеру в криминальном мире. КОНЕЦ Когда пришли русские, все, что возможно, они все скупили. Такие дома, вот, они никогда не продаются. Они передаются из... Почему я купил? Этот дом сегодня у меня приходит иммобилей, дает 70 миллионов евро. Не, ну это оазис. Продолжение следует... Вот я, вот мой младший брат, вот моя мама. А почему детские фотографии мало сохранились? А кому было сохранять? Спортинтернат, дом, тюрьма. Кому, кто? Нам до фотографии тогда было. Иди сюда, Макс. Макс. Макс, сейчас. Когда мне было 14 лет, Господь Бог меня послал выпить квас. Я пришел вот к бочке с квасом, и вдруг подходит группа молодых людей, постарше меня, года на 4, на 5. И вот мы начали с ними разговаривать. И тогда я узнал, что грабеж инкассаторов был настолько вот элементарен, практически они оружие тоже не носили. И эти два парня выхватили сумку, бросили мне через забор, сами убежали. И я убежал. Вот так началась моя эпопея в советских лагерях. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Брылов. Смотрите, какая красота. Итальянский период. Картина моя вам нравится? А? Это голландская. Хе-хе. Пошлите дальше, я вам покажу. Луи Витова. Луи Витова. Че? Так жизнь удалась? Ну как, не видишь? Удалась или нет? Хе-хе. Если бы не удалась, вы же у меня не брали интервью, правильно, нет? Мои родители были врачи. Они у меня просто рано в Царстве Небесном ушли на тот свет. На 20 лет я, по крайней мере, играл в футбол. Ну а потом пошел играть в карты. Потом стал картежником. Зарплата была, допустим, 100-200 рублей. Мы разыграли 50-100 тысяч рублей. Такие у нас были розыгрыши в карты. Да? Дай. Вот он, да? Попалик. Пробуем. Готов. Спак. Дай. Я хотел вообще нас всю очередь выпустить, бля. Давай, бля. Дай. 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 Вот, кроме же, язва. Дай. Язва. Когда в тюрьме сидишь, тебе день кормят, день не кормят. Свой первый велосипед я угнал 8 лет. И это стало моим первым криминальным бизнесом. В 10 лет меня поймали на первой квартирной краже. Я подключал к этому делу своих одноклассников. И уже тогда переключался на грабежи. Меня посадили уже 18 лет, когда я еще не успел познать, что такое вообще достаток. Наши герои уроки жизни получали не в школах, а в тюрьмах, где они провели всю свою юность. В России карьера в криминальном мире начинается с тюрьмы. Именно там арестант получает знания об особенных законах и правилах российского криминального мира. Именно в тюрьме он может достичь высот в криминальной иерархии. В российских тюрьмах существует свой мир. Ни подконтрольный, ни администрации, никому бы то ни было. Это свой мир, своя жизнь. Это свои унижения, свое достоинство, свои страхи. Я научился видеть людей, очень хорошо разбираться в людях. Порой там отношения намного-намного чище, чем на свободе. У человека там выжить, который изнасиловал ребенка, убил, у него нет шанса выжить там. А если послал нахуй, допустим, человек в зоне, и это слышали многие, то приходится доставать нож, иначе тебя перестанут уважать. Ну, я имею в виду уважающие себя люди, на такие слова отвечают действия. Первый раз это была детская воспитательная колония. Человек администрации поддерживал порядок, он много изнасиловал детей. И вот когда мы ходили там по сто человек, левые, левые, раз, два, три, и кто-то сбивался с шага, если он попадал в любую часть тела, это был шок. Он мне переломал всего. И после этого взял меня, как уже вареный овощ, и выбросил меня в окно. Все понимали, что надо что-то делать. Я работал в кузне, и я чувствую, какая рука легла мне на плечи. И тогда вот этими клещами, которые сами содержат тысячи чем-то градусов, я обхватил его этими клещами. Рядом лежал лом. И я этим ломом его смог уже в этом положении добиться. Но я убил не его, я убил страх. Может, я злее стал тоже, может быть, я опытнее стал. На другое что-то по-другому стал смотреть. Хороший, да, у меня, это, зык. Трежды судимый. Один раз, дважды. Один раз за тунеядцев, второй раз нарушение паспортного режима, а третий раз олимпийский, запотку олимпийских медалей. Вообще легендарно. И вот я пришел в Житомирскую Крытую. И в Житомирской Крытой был такой майор Махно. Он говорит, здесь вас будут бить 26 часов в сутки. Начну я. И прапорщик читает там. Звягинцев. Хлебутин. Майорчук. Подходит ко мне. У меня крестик. Алюминиевый я сделал из банки. Он говорит, а это что такое? И я перехватываю его руку. Но это равносильно выстрелу. Они ошалели. И вдруг прапорщик, беря мое дело, говорит майору, особо опасно. Владеет рукопашным боем, лучше не придумаешь. И Махно на меня посмотрел и к другому пошел. Он же хочет бить безнаказанно. Бить безнаказанно. И тут вдруг появляется персонаж, который может ему выбить глаз, разорвать горло, печень ударить так в печень, что умрет через полгода. Ну зачем ему надо? Потому что он со мной сделает. Ему же от этого легче не станет. Во всех этих тюрьмах и лагерях практически везде существует этот воровские законы, воровские традиции, которые до сих пор соблюдаются. Миссия вора, миссия вора, это как депутатская, чтобы вы знали. Как депутатская, понимаете, да? Миссия помогать народу, по идее. Авторитет же не купишь, авторитет не появляется просто так. Чтобы авторитетным человеком быть, уважаемый, не авторитет, а уважаемый, надо жить правильно, уважительно, тогда ты уважаемый будешь человеком. Сегодня этот мир уже изменился. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не думаю, что так сильно. Воровские законы и воровские традиции зародились еще в сталинском ГУЛАГе в начале 30-х годов Во времена репрессий миллионы людей, брошенные в ГУЛАГ по политическим и уголовным статьям, стали единственной оппозицией в СССР Криминальный мир был свободен от марксистско-ленинской идеологии Он жил по своим неписанным понятиям и законам, которые регулировали жизнь уголовной среды Именно в лагерях рождалась новая особенная каста Воры в законе, короли криминального мира Наколки стали отличительным знаком принадлежности к этой касте И по ним можно было определить место человека в криминальной иерархии Если человек с такой татуировкой попадает в определенные места, то все понимали, кто он Каждая наколка имеет огромное обозначение, это потенциал человека Это что он, кто из себя представляет А что обозначает ваше? Ну, не совсем лоялен к тем, кто помогает администрации колонии Вот такие наколки, как вот на колени Татуировки, звездочки Это значит, что никогда не стану на колени перед властью Вот в обычном мире самый авторитетный кто? Ну, президент, правильно? Да В криминальном мире самый авторитетный вор Понятия были вот такие Ни семьи, ни бизнеса, ничего Ни денег своих, ни работы, ни квартиры, ни даже прописки У меня, если честно, до сих пор нет прописки даже Нин никогда не работал Вообще У меня было внутри что-то, то, что я еще не понимал Но интуитивно чувствовал, что я на них не должен работать Воровские законы, они очень простые Не предавать, не сотрудничать с администрацией Не обременять себя семьей И воспитывать смену, которая бы продолжала дело воровское Треть полковник, начальник отряда, капитан внутренней службы Фенич Отряд занимается вороспорядку где? Тюрьма не только университет Тюрьма это место, где подбирались будущие кадры Каждый авторитет в тюрьме подбирал будущие кадры для своих будущих действий Ну, я тоже подбирал А что, закрутился? Вот поставок Ну, вообще, подарок Подарочный набор Молодец! Принесли в чай, нет? Молодец! 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 Я издал указ Пользуйтесь этим указом 26 мая 1987 года было принято одно из первых постановлений Совета Министров СССР об индивидуальной, трудовой и кооперативной деятельности Волна малого бизнеса буквально захлестнула страну Все вдруг стало кооперативным Общепиты, магазины, даже туалеты Первое такое было место в Москве известное – Рижский рынок Когда по выходным кооператорам решали торговать джинсами, наклейками всевозможными И вот тогда на Рижский рынок стали стекаться крепкие ребята И можно сказать, что Рижский рынок стал родиной московского рэкета Ну а поскольку появилось множество обеспеченных людей в конце 80-х годов Соответственно увеличилось и число людей, которые хотели поживиться за их счетом Ну, то есть нас, бандитов Нам трудиться, я за гвоздями Ну, у меня, как обычно, делаются эти наезды Да, один наезжает А второй – мягче Да, один злой, другой добрый А у нас злой, а второй еще хуже Дверь открылась, костя, там, бух, лицо, лица, нет, все, убил Понимаешь, молотком провалили голову киянку А, я думал, ты скажешь Бейсбольной битой по ногам В ресторан зажелся, идет кушать человек больше Подходит, бах, отлетел Подняли, посадили в сторону Бах Я, блять, вернусь Я всех запомнил И вышел И, Брежский, ты кто был? Никто не был Особенно, когда мы заходим в офис, например Здесь сидит должник Он себе уверенный Он сидит, ну и что? Да ничего Да и хуже В первом Он орает начинает, его за руки держит Он второй Бам, двигаясь толстяней Придвинул башку к себе, прижал Наметил Вы заколачивали? Или будут деньги? Будут, все, нахуй пошли Я думал, ты про 90-е годы расскажешь Еще раз Когда вот такие, как ты Залетают И начинают бить Там не надо даже никаких гвоздей И все так отдают За тысячу долларов в времени не то А я отвечу Мой клиент, он все время с собой носил садовые ножницы и отрезанный палец Показывал Отрезанный палец и садовые ножницы Говорит, я тебе сейчас, вот так же палец отрежу, если ты нам не заплатишь И каждый должен был занять свою нишу Это не было цивилизованным методом Имя мое ассоциировалось в правоохранительных органах Как бандит, как... Тогда еще не было такого культивированного слова, как мафия и так далее У меня и в советское время был склад предпринимателей Поэтому я, конечно, занимался всевозможными аферами Которые только могли подвернуться И у меня были друзья из этого мира, аферисты А легально я работал научным сотрудником И вот тогда мы придумали, как завозить компьютеры И заработали, ну, если вам скажу, эквиваленте 100 миллионов долларов за три месяца И появились люди, которые сказали, что я должен 6 миллионов И приехали у меня забирать эти 6 миллионов Естественно, приехали воры в законе И вот была сходка, разборка И они, значит, говорили, он наш Тогда вообще на воровском жаргоне тогда говорили Мой коммерсант Коммерсант это была некая корова Это моя корова, я ее даю А что ты приехал? Ты что, хочешь молока? Не дам В процессе эволюции они стали подопечными Когда-то они были не подопечными, а просто дойными коровами То есть в 80-е годы мы не играли в защитников и заступников Мы просто приходили к операторам и угрозами или даже действием Ну, то есть физическим воздействием заставляли их платить Просто говорили, ты будешь платить и все По три тонны весят это все Везли самолетом Ну, и все, вручную делали Видите? Застерей здесь, чтобы мы сели Мой бизнес, то, чем я занимался, как артежной игрой Как бы стал гаснуть Богатых партнеров не стало Играть не с кем было Я поехал отдыхать в Германию И так остался там Немецкую полицию кто-то пугал Что приедут сейчас русские какие-то бандиты Русские какие-то эти все Они больше всех боялись этого Они не боялись ни бизнеса, ничего Вот и все время меня забирали из дома Меня не то, что приглашали, меня забирали из дома Арестовывали, забирали из дома Меня ни разу не пригласили, чтобы я пришел своими ногами Видите, какие крики в 5 утра были Я хотел выйти на балкон Думал, что это такое, режут что ли кого-то Пока свою дверь выбивают, дом дрожит В этот момент забегает Ханды-хоу с автоматами, с фонарями Вы что? Это целая-целая склонада была Под воздействием горбачевских вот этих реформ Впервые в секретном документе За все существование Советского Союза Был употреблен термин Формы организованной преступности Это были совершенно наиворы в закон Это новая формация Так же как в обществе Старый отживает, новый появляется Со своими уже дикими законами Они и женились Они у них и дачи И особняки И прочее Это уже тип мафиози Не разбей окно, Саша По всему периметру Как я тебе говорил, богатых нигде не любят А очень богатых тем более Поэтому Здесь произведения искусства очень дорогие Здесь Ну и самое главное Не столько произведения искусства Сколько здесь дети мои Семья моя Я могу отключить Нет Это только через мою руку можно Это бронированное все Здесь обычно у банков Стоит два магнита банковских дверей А у нас четыре Звук услышал, да? Там есть с вами седьмого? Кружище, кружище Смотри, я лечу в успехе Уже на меня взяли билеты Уже я даже знаю Чуть ли на каком месте я лечу И тут бах Сижу дома У меня звонок Слушай, тебя в розыск объявили Мы на тебя И еще называют пацанов пять человек И я бах На жопу сел И это было в пятницу Это тринадцатого Тринадцатого марта? Да, вот А что ты делать сейчас будешь? Ну, подключил Можно подключить У меня все бабки Уже риск В принципе Это все по старому Все решает Или их отсутствие? Так, вот так нельзя Давай, пойдем скопнемся Я отключился, тут просто, ну, звонят, наверное, что-то туда и сюда, ну, не все можно говорить же, сам понимаешь Ага Че так? Питер, ты разговаривал со своим другом? Будет меня подправлять, если я съеду? Конечно, конечно, то бишь, ну, ждут все, да, вопрос решен Сколько он тебе сказал? Ну, мне сказали по штуке ждет, но ты... По штуке... По штуке... По штуке... По штуке... Слышь, по штуке баксов? Да Так ты, давай, давай, ждем Давай, все, обнял, ушел, давай Ну, опять же, думаешь, не секрет же, собирался, собирался, в оконцовке вроде как в розыск объявили, правильно Опять же, вот сидим, думаем, за что? Люди сами приходили, просили о помощи Значит, возникали такие ситуации, в которых милиция была бессильна, правильно, а мог помочь только и так И сейчас обращаются так же Уссурийск, город, в котором вырос и начал свою криминальную карьеру Виталий Демочка Его криминальная группировка в начале 90-х годов подминала под себя многих начинающих бизнесменов Одним из бойцов его бригады был Эдик Сегодня Эдик опекает бизнес Виталия Демочки в далеком Уссурийске Малыш, со мной где-нибудь на пухне? Да, Виталий? Эдик, все, нашли его? Пусть рассчитывается, блядь И люди тоже, да? В Москву убежал, думает, спрятался, не найдут Ну как, нашлись там, на общее дело, взял денег, понимаете, и рванул Ну как вы с ними? Получается, ты приходишь, сам начинаешь разговаривать Он идет, на тебя пишет заявление, что ты уналгаешь у него деньги Вот, а как, блядь, здесь проведилось? Прямо, 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 прямо Сигналь Все, поехали Конечно, поехали, поехали Правее, да, развернись где-нибудь, вот так, где-нибудь встань Нормально? Да Сколько тебе осталось? Да так, да, до конца трешка еще Ой, я-то, блядь, я думал, ты уже думал, мне когда Грюша видели, я думал, ты уже думал Да я в выпуске на воскресенье приезжаю так Понятно Иногда Ну ща, блин, погоди, сейчас зайду, ага, выйду Не уходи тут, ну Хорошо Государство не может прокормить зоны И администрация тюрем и лагерей постоянно обращается к нам Ну и мы привозим им продукты и помогаем По воровским законам основу общей кассы выставляли сбросы в общую казну с грабежей этих бизнесменов, ну то есть того же Рэкета Как и у Виталия и у Эдика, любая криминальная группировка имеет общак, кассу взаимопомощи Из нее поддерживаются заключенные в тюрьмах, часть денег идет на подправоохранительных органов, судей и чиновников Доходы от Рэкета стремительно пополняли общаки Некоторые группировки уже имели в своих кассах миллионы долларов Криминальный мир понял, что деньги должны работать и приносить прибыль Тут и подоспел закон о банковской системе В начале 90-х годов только в Москве было более трех тысяч организаций, именовавших себя банком Самой опасной рискованной профессией в те годы была профессия банкира Банкиров убивали чаще всего Я тогда один из первых, который создал банк в Советском Союзе Но тогда я не хотел давать свое имя, так как все-таки мое имя ассоциировалось бы, что я крышей являюсь Нет ни одного банка, где не было криминальных денег, где не было криминального влияния, где не было криминальных людей, которые просто сидели Некоторые вице-президенты просто были авторитеты преступного мира, судимые Кто не хочет платить? Надо получить деньги Как? Так, брали бомжа, откармливали его, стригли, мыли, одевали его в костюм, вывозили должников Ему говорили, ты все время мотай головой Он говорит, да, хорошо Будешь платить? Нет Будешь платить? Нет Меченка В голову покатилась Все стоят Кто не будет платить, с теми будет так Люди совершались платить Смотри, блин, не проболтайся там, блин Не ссы Отказывались только те, кто еще не знал о том, что нужно платить, что это так принято Они отказывались, ну с теми, естественно, поступали Проблемы им создавали, иногда даже сжигали И у нас были эпизоды, когда к банку подвозили трупы Оставляли возле банка Нас предупреждали таким образом И бизнес договорился Весь договорился, который не договорился, значит, того уже нету Российский бизнес возмужал Но криминальный мир тоже становился сильнее и опытнее Это уже были не банды, а хорошо обученная армия Со своими бойцами, адвокатами, финансистами и генералами Криминальный сленг тех лет пополнился еще одним новым словом Крыша Крыша охраняла бизнес от других криминальных группировок А бизнесмен платил крыше Крыша стала весомым аргументом в переговорах и разборках К уважительным ребятам шли, к авторитетным Попросят, помогите нас разобрать Он сделал то, он сделал то, сядут, разберут Помогут, скажут, или разойдите, или дайте Поделите это пополам, или тот заплатит тому Договорились, хватает слова Ударили по рукам И не надо там тысячи подписей На честном слове работают И сейчас так иногда делают, кто друг друга знает К вам обращаются люди? И по бизнесу тоже? И по бизнесу тоже обращаются Помогай, а чего не помочь? Все люди обращаются, считают, что мой совет правильный Послушай, ну-ка я на секунду Мрамор голубой, это не ляпишь никакой Бля, жули, конечно, редкие, бля Эту машину надо положить, вот это и вот это А ты это правильный человек, которому тебе верят Который прожил жизнь правильно У которого есть совесть Мы не говорим одно, делаем другое Мы как есть, так и говорим Мы правильные, потому что Некоторые коммерсанты в то время Были под крышей милиции Естественно, мы их старались не трогать, чтобы Не настраивать против себя милицию Потому что они открыто говорили нам, что Вот это люди наши, их не трогайте И мы вас в каких-то конкретных случаях Если особых косяков не упорите, то мы вас тоже трогать не будем Весь рубок крошевал банковскую систему, скажем Сначала они начинали за это деньги платить Потом это стало выгодно И потом уже самый настоящий рэкет пошел Надо было убить, убьют Надо было возбудить дело, возбудят МВД Они же работали на определенные структуры финансовые После того, как вы не получали по полгода заработную плату А вы полковник, вы должны были зарабатывать деньги А мы не всегда давали Ко мне подъехала милиция Взяли меня сразу, значит, конвой Мне наручники и в машину Они меня везли в лесомассив убить Он мне все об этом уже рассказал в машине Патрон в патроннике Ствол в затылке Я в наручниках Я выбил руль И мы столкнулись с другой машиной Но они погибли Вы видели другой шанс мне выжить? Я его не видел Дали бы вам сейчас заполнить две графы Кому вы больше верите, бандитам или МВД? 75% поверят бандитам 84, да? Меня вот легионер поправил А покажи мне в России Человека, у кого нет криминального прошлого Назови одного МВД Овидовство утвердило государственную программу приватизации Уже через два месяца в стране появились ваучеры Номиналом 10 тысяч рублей Предполагалось, что каждый россиянин Получит свою долю в построенных за годы советской власти Заводах и фабриках Большинство продало ваучеры по цене примерно бутылки водки Но главного превращения экономики в рыночную достичь все же удалось Люди, которые ведут серьезный бизнес в России Это всегда на грани фола Вдруг вы видите на вашей территории Есть такой банкир Есть такой нефтяник И так далее Конечно, вы хотели бы поучаствовать Тогда же раздолье было Воюй! Забирай! Лежит даром, только убей! Лежит даром, только убей! Сначала убей директора Потом тебя испугаются И будут продавать тебе свои акции за бесценок Вот это свинец И раньше не было же холодильников И вот туда клали лед И вот свинец его держал Вот этому 300 лет Холодильничку Ва! Ух! Мама не горюй! Тогда уже происходило сращивание Молодых бизнесменов И так называемых синих воров в законе Ну, настоящих блатных Кто живет по законам преступного мира Тогда реально определенные заводы Контролировали воры в законе И они стали нанимать менеджеров Вы задавали вопрос Об олигарх Отвечу Он должен платить Без крыши он ноль Чтобы он был тем, кем он есть Надо было, чтобы крыша у него была Я, конечно, не самый большой лев В пустыне жизни Но я лев Львы никому не платят Наконец-то дошло до тебя Я сам сделал бизнес Я сам его построил Я его никому не отдал И никому не советую меня его забирать Скриминализирован тот бизнес, который приходил из-за рубежа в Россию Все морские перевозки Там машины В первую очередь машины, естественно Ловля рыбы И другие морские перевозки Все это было под контролем местных авторитетов И не оторвать кусок с этого пирога Я не смог Виталий Демочка со своими бойцами Сумел установить контроль над автомобильным бизнесом в своем крае Ему платили своеобразный налог с каждой машины, прибывающей из Японии Иногда этот налог достигал половины стоимости машины По всей стране преступные формирования таким же образом контролировали более 40 тысяч предприятий и бизнесменов Когда коммерсантов взяла под свой контроль одна группировка, а другая группировка хочет взять их под свой контроль Ну, начинаются вот такие серьезные разборки, которые заканчиваются выстрелами и убийств Хорошая тоже песня Я в то время начал русское лото Причем это, представляете, наличные деньги Каждую неделю 15 миллионов долларов Себе в партнеры взял чеченскую диаспору Потому что с чеченцами бандиты очень боялись связываться Чеченцы вели себя неправильно С точки зрения воров в законе, например Воры и всякие такие криминальные элементы российские Они все-таки устраивали встречи, сходки, да, на которых обсуждали Кто прав, кто виноват, кто на что претендует, кто кому что обещал, да А чеченцы на эти сходки приезжали и сразу стреляли В Москве массовое задержание преступных авторитетов в одном из местах Поводом для сходки стал конфликт между двумя преступными кланами В крестной отце решили провести встречу на Пироговском водохранилище И арендовали прогулочное судно Как только оно отчалило, появился вертолет МВД Бойцы главного управления МВД по Центральному федеральному обругу Провели спецоперацию во время так называемой криминальной сходки Гони с захватом руки, живее за вами Не смотрим, бля, я что-то не пойму, бля Воровская сходка это орган управления Сколько давать взяток, сколько на общак, как вести криминальный бизнес и так далее и тому подобное Вот последнюю сходку, значит, месяц тому назад, по-моему, на корабле взяли 50 человек Я за нее сидел, за такую сходку, за такую стрелку Человек назвал меня неприемлемым в наших кругах словом За что мне пришлось сразу его стрелять А если бы вы пропустили его мимо ушей? Потерял бы свой авторитет и уже не был бы тем, кто я есть А сегодня? Такой сложный вопрос Я просто пытаюсь представить, что если бы сейчас, допустим, кто-то назвал меня таким словом Убил бы я его сейчас На крайне Петербурга взорван легковой автомобиль На мужчину напали Когда этот раз вышел из ресторана, я сел в свой автомобиль В машине буквально Во сне работало самодельное взрывное устройство На сне уже через три часа новое покушение Гробкое покушение в столице, оперативная служба ищет своих неизвестных, которые здесь мудром расстреляют председателя правления оперативной войны в Москве Речь идет о противостоянии преступных группировок, ставшем причиной ряда убийств и расстрелов и вечная стрельба начала большой войны между криминальными группировками столицы На улицах России в то время шла война Обыкновенная гражданская война Захват предприятий, захват металлургических комбинатов, передел собственности – это была война Люди стали зарабатывать такие деньги, ради которых Ради которых уже можно было убивать И убивали Вор в законе Живет и действует по понятиям, по воровским, а второй без понятия То есть ему все равно, кого грабить, кого бить и кого убивать Вот это есть беспредельщик Оказалось, что конкуренция очень большая Ну пришлось на стороне АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Существовал легендарный ночной клуб «Парликин» Двоих или троих владельцев клуба убили Где встречались все бандиты Города Москвы из разных группировок Между которыми была война Причем кровавая война с убийствами, с автоматными очередями Но пакт о ненападении существовал Это было место для тусовки А утром там никто ни с кем не считался И главное решался вопрос, вот это пуля или взрывным устройством Люди старались приватизировать все, что попадалось под рукой Вот этот персонаж скупала акции за бесценок Отказать им не могли Это равносильно заказывать себе место на кладбище Он лично сам убил человек 200 Я хотел его убить Но это касалось конкретно моей жены, моего ребенка Он заминировал машину, в которой они ехали Он понимал, что если он это сможет То он меня полностью деморализует Я никогда не пользовался никакими киллерами в своей жизни Я лежал на крыше, была зима Я взял там, наверное, 6-12-14 Я уже весь замерз Я через оптику смотрел, когда он выходил из ресторана Я знал, что он бывает там практически каждый вечер Это была его вотчина Это оперативники тоже знали И когда он выходил, они напали на него, смогли надеть наручники Они его затолкали назад в этот ресторан И уже через черный ход, куда я не смог подойти Они его увезли И вот я впервые плакал, когда я не смог выстрелить Убить его Угу Угу Россия – часть якобы Европы, но Россия более брутальная, более жесткая. Европеец, вот он нашел какую-то нишу в своей жизни, ему есть 10% годовых, он доволен безумно, он хранит, он старается приумножить, он очень дорожит этим. Россия другая. Когда я вышел из тюрьмы, убивали уже на широкую ногу, расстреливали чуть ли не на наших глазах. Через два дня после моего освобождения убивают моего учителя, вора в законе бандита, вместе с моими друзьями. Убивали у меня, ну и я тоже отвечал за себя. Юль, привет, это Эдик. Юля, слышишь, там это самое, они звонили вам, там сегодня ночью огурец умер, знаешь, нет? Здесь куда? А вот тут, наверное, вот так вот деньги? Да, мы тут просто, ну, тоже у нас друг похоронили, а я не был в это время в городе, вот не можем найти дело. Это пиздец. Это два года назад еще картошку люди собирали, да? Пиздец. Ну, Серега Бонзаев был раньше таким положенцем, а потом стал бизнесменом, как говорится. Застрелили вот его, вот, глянь, Леня Бертник, это тоже, тот вот емец есть, директор был до кирово-дышного завода у нас. Застрелили тоже в могилу. Вот Вася Апалька, застрелили тоже положенцем. Вот Рудь Михаил Николаевич, тоже застрелили его. Здесь-то тоже, ну, как мальчишек застрелили, когда нападение было. Вот недавно буквально. Вася, тоже застрелили. Хороший был, уважаемый человек. Хороший человек, который мог всем помочь, ну, кому надо. Вот Готюшев Сергей Иванович, тоже вон там. Тоже вот. Хороший был человек, тоже застрелили. Ну, вот Бондарь Анатолий, Виталий Брай. Тоже застрелили его. Вроде городок маленький, да, получается, что как в Чикаго. Ну, да, было, что за неделю, наверное, не было недели, чтобы кого-то не убили, да? Киллеры, ну, все это было не как в кино, по-настоящему. Заказывали людей, теперь ходили, убивали. И так вот. Все хотят жить, правильно. Вкусно есть, сладко, спать. Ну, всегда найдется тот, кто тебя будет завидовать, правильно? У кого жаба квакает, растет, правильно? И все, и начинает он мыслить, да. Почему это у него есть, а у меня нет, правильно? Сегодня тоже у друга два года я как вот застрелили его. Вот, Таня, взгляни, сейчас, минуточку, извините, право все. Давайте поменем, да. Ну, как, я был не женат ни первый, ни второй раз. У меня такая жизнь сегодня здесь, завтра там, ну, то в розыске, то там, то там, знаете. Не каждая девушка поймет, знаете, будет там ждать, там сидеть, там. Кто-то уезжает, там, знаете, бывает срочно звонят, там, все, тебя ищут, собирай сумку, все, отваливаю. Я вот такой подлез, я даже сына с роддома не забирал. Восемь машин, экипажей же, засада была. У нас было возрождение 25 миллионов по тем деньгам, ну, только сказали, где мы находимся. Вы спросили меня вот про мою профессию адвоката, адвоката мафии. И знаете, я к чему пришел к выводу? Что вот у меня было несколько клиентов, авторитетов, и 12 человек я выпустил из тюрьмы. И этих 12 человек, потом они погибли все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне водку. Ну, тогда, а ты, а ты что? Я сок. Он не пьет вообще. Принципиально. Ну, у человека должны быть принципиальные, вот у меня так и. Кто-то один должен быть трезвым. Кто-то один должен быть всегда трезвым, чтобы контролировать всех остальных, если что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, в Москве, в основном, закапывали в ближайших лесах тех, кого убивали. На Суриске есть море. Там не обязательно напрягаться и копать землю. Там есть море, куда можно вывезти и спрятать. Когда в Чикаго в 30-е годы была мафия, груз на ноги вперед. Там топили живьем, у нас топили уже труп. Поэтому мы гуманнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем это все может закончиться? Не будете ли вы скрываться всю жизнь? Почему? У нас один мой друг 7 лет скрывался. Слава богу, еще есть друзья, есть адвокаты, которые будут это делать за меня. Я могу пока посидеть дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основа моего приезда в Израиль передвигаться, чтобы я не чувствовал себя закрытым, без визы и так далее на то время. И я имел эту возможность, как время показалось, я получил буквально очень быстро этот паспорт. Я тебя прошу, блядь, я тебя прошу, как это удавалось, блядь. Много ума надо было. Бери еврейку, женись на ней, блядь, получи лесопосе, потом через год получи паспорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты ржешь, блядь? Израиль стал важной платформой для российского криминального мира. Здесь, вдали от криминальных войн, можно было отдохнуть, надежно спрятать свои деньги и разъезжать по миру с надежным израильским паспортом. Весь этот праздник продолжался до тех пор, пока израильские правоохранительные органы первыми в Европе не почувствовали серьезную угрозу финансовой и экономической стабильности государства и перешли от слов к делу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие лидеры преступной среды, они, во-первых, осели в Израиле, имели там, купили там собственность, имели контакты. Преступления сами в Израиле не совершали, не дай бог, как говорится, не совершали, но оттуда руководили процессами в России и в других странах. Вот дело Лернера. Дело Лернера это был финансовый мозг солнцевского преступного сообщества. Его судили у вас заодно, а на самом деле Гриша был финансовым мозгом солнцевского преступного сообщества, не только финансовым, но и организационным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сэр. 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 Лунову Леониду Федоровичу. Номик книги 245-й. Личная подпись Ельцина. Так я покусался на него или нету? Я не пойму тогда. Наверное, я и хотел его убить за то, что он мне книгу только подарил и не... И больше ничего. Я им предложил создать хоккейную команду во Франции. Я ей денежку дам на команду. Я создам за свои деньги хоккейную команду, с которыми я обещаю, что в течение двух лет я выиграю Кубок Европейских чемпионов по хоккею. Они мне говорят, а что это тебе дает? Я говорю, а ведь нажить все буду иметь в этой стране, да? Они с кем-то советовались, кто-то им сказал, не надо. Восемь лет воевал, восемь лет. Меня выгоняли один раз на год. Я возвращался. В борьбе у меня десять-пятнадцать адвокатов было в Париже, которые за меня ходили по прессе, по эмиграции, по всему, по налогам, по этому, по этому, по уголовному. Я находился под подпиской о невыезде с Франции в связи с расследованием дела о покушении на Ельцина. В одном из дней, который я должен был отмечаться, меня встретили очень приятные молодые люди и спросили, мы знаем, какое вы имеете влияние, не могли бы вы случайно оказать нам помощь, потому что у нас четыре человека французов находятся в плену Чечены. Лично Ширак обратился к Ельцину, чтобы Ельцин помог, но он не смог ничего решить. У меня был парень один, Чечен, он очень уважаемый там. Вот он когда-то со мной сидел в лагере. И была ситуация, при которой я спас ему жизнь. И за две недели он мне их нашел живыми, и их здесь встречали во Франции. Это освобождение стало самым загадочным освобождением за последние месяцы, в подробности которого, как и самих пострадавших, два дня французское посольство в Москве тщательно скрывало своих стенок. Меня бы в первую очередь отсюда попросили бы, мягко сказать, в первую очередь, не будь войны в Чечне, как мафия, самый-самый-самый-самый сильный, самый бандит, самый главарез, самый каннибал. К концу 90-х ажиотаж утих. Убивать стали меньше, криминальные авторитеты превратились в респектабельных и солидных господ. Некоторые даже вышли на уровень политической и экономической элиты. То, что нужно все вопросы решать миром, а потом и вообще уходить из криминала, это мы начали понимать уже к концу 90-х годов. С возрастом люди уже стремятся к более спокойной жизни, потому что ходить под пулями всю жизнь никто не хочет. Много уже покосили, некого было уже косить. Ужас, конечно, ужас. Легальный бизнес приносит гораздо больше денег, во-вторых, он безопасней. Когда мы еще только делали первые шаги к этой легализации, у нас появилась первая автомобильная стоянка платная. Мало народу ставило на нее машины. Мы разбивали им стекла и все остальное, чтобы они ставили машины на стоянку. Вот вам простой пример совмещения криминального бизнеса с легальным. Крыша перестала быть продуктивной. Если люди остались, оно все трансформировалось в другую плоскость. Это люди, которые принимали своими активами уже, как вы выразились, крыши. Они своими средствами, своими активами принимали участие в создании бизнеса. Они лоббировали эти вопросы, которые не мог лоббировать бизнес. Они трансформировались в другие отношения. И они стали равноправными партнерами. Мой бизнесмен приехал из Киева. Он в Москве живет? Был вот наш бизнес, в Киев ездил, проверял. А что на Украине за бизнес? Строительный. Что строится? Что мы строим, Марий? Жилые дома, офисные центры. Торгуем землей. Как наша строительство идет? Бухает уже, бухнул самолетики, да? Глазки, я вижу по глазкам. Наш Алексей, он мне дал орден. За что? За то, что я... За что Марк дал он мне? Нет, этот парень не пройдет, везде все цветет и расцветает. Спиртное желательное? Спиртное желательное? Вино, водки. Ничего? Спасибо. С кем меня обвиняли, шавалер, он имел ресторан вот такой. В центре. Он открыл еще несколько таких ресторанов, ну, из-за бизнеса, может быть, я не знаю из-за чего, но его убили, шавалер. Его убили, и теперь вот это все его ребята остались. Его ребята остались, и мне вот здесь был у них, тоже убили парня. Ну, в Москве такой вот бизнес. Он мне обратился, говорит, Алик, помоги мне, говорит, вот там вот Олимп, этот ресторан, говорит, он такой был в упадке. Народ не ходил, говорит, если бы они нам сейчас дали бы этот ресторан, мы бы его подняли бы и так далее. Ну, я владельца, знает, Искандер. Он говорит, Алик, вообще разговора нет. Вот я их сюда привел, вот и все цветет. Все цветет. Посмотрите, что сделали, сказку. Потому здесь уважуха, потому здесь все хорошо. И так вот все вместе в Москве где-то что-то просят, где-то что-то помогаем, где-то что-то вот. Просто чистое уважение. Какого ли у вас? Я люблю врачей. Если в 90-е годы убивали больше друг друга, в 2000-е годы стали убивать больше бизнесменов, просто потому что бандиты начали занимать, становиться бизнесменами и занимать те ниши, которые уже давно были заняты бизнесменами. Лизонька, доченька моя, ты мне позвонила папе, сказал, пап, вот я хочу поехать. Лиза, ну общественные транспорты лучше сейчас воздержаться от них. Вот так. Лизонька, из-за гриба. Все дело в том, что у меня война была. Алюминиевые сообщества, которые я занял свою нишу, это же огромные-огромные дивиденды. И, конечно, им надо было решить вопрос со мной. Меня обвиняли, бог я знаю, в каких вещах. И они хотели меня экстрадировать в Россию. Всего, всего. И мне необходимо было себя легализировать. Но я просто понимал, что это все возможно в России. Но у меня был уже период, когда для меня она только могла закончиться как бы так вот в другой плоскости. Только смертью. И если бы я в тюрьму попал, то я там хозяин. Ну все. Им это не надо было. Ага, ну что? Ага. Я переехал в Италию, познакомился с русской девушкой, женился на ней, получил вид на жительство. Разговаривал со своими земляками из Москвы, с Москвой. И вот наговорил, что обвинили, что я подкупил олимпийские игры. 2002 год. Имя нашего героя Алимжана Тахтахунова снова на центральных страницах мировой прессы. Скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Прокуратура Америки обвиняет Тахтахунова в подкупе французского судьи и в подтасовке результатов в соревновании фигуристов. Америка требует арестовать Алимжана Тахтахунова и экстрадировать его из Италии в США. Человек 15 пришли меня через заборы, прыгали с повязками, не в масках, конечно. Перепрыгнули так. Я как сидел за столом, хотел кофе только попить, это утро было. Ну, еще подошли, начали какую-то ерунду мне говорить. Как можно олимпийскую медаль купить? Что за глупости? И почему в этой всей игре один я страдаю? Если я ее купил и в сговоре был. Верховный суд Италии отказал Америки в выдаче Алимжана Тахтахунова из-за недостатка доказательств. После 11 месяцев пребывания в итальянской тюрьме Тахтахунов был выпущен на свободу и через месяц его торжественно встречали в Москве. Но заявка на его розыск до сих пор находится в Интерполе. Продолжение следует... Аплодисменты Аплодисменты И конечно их забрали в Кутуз Во Франции Вы не можете принимать Деньги Если вы не знаете Происхождение денег Но простите По Евангелию Правая рука не знала добро Которое делает левое Но эти деньги Как мы видим Они инициировали То что мы выиграли все суды И сегодня мы можем говорить о том Что это русский храм И вот с Божьей помощью мы с тобой должны многое сделать. Купола будут золотые. Мы хотим этот храм сделать на задание все, что русские возвращаются. С Божьей помощью. Обнимаю всех. Спасибо вам. Вот по Каннскому храму. Об этом узнал Путин. Он дал команду. И мне дали индульгенцию, что мы надо, мы вам дадим любые бумаги с России. Потому что они понимают, что я сделаю это искренне. Я никогда ни о чем не мечтал. У меня были какие-то цели, которые я преследовал и добивался этих целей. Например, была цель снять этот фильм. Драги действительно настоящие. Это должники были у нас такие. Но они не могли расплатиться с долгами. Я предложил им отработать эти долги съемками в фильмах. Ну, получат немножко поседлу. Ничего страшного. Еще. 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 Выше. Устал. Вот человек умер в тюрьме у меня. Вот эта стрелка 90-х годов. А ты кто такой? Откуда ты взялся? Это Серега Пенов. На 25-м году от ситки умер. Ну, и вот такое оружие мы использовали. И в реальной жизни, и в кино. Сейчас нет бутига, паяльник, которые были в начале 90-х годов. В ресторане встречаются, одевают галстуки, белые рубашки, дорогие костюмы. Приезжают на дорогих машинах. Садятся в ресторане, спокойно с друг другом. Маски говорят, решают вопрос. Не договорились. Киллер-взрывник. Человек погибает. А здесь разрешено ботонированные боковые стекла? Я знаю, что здесь не разрешают. Это брать бронированные. Здесь это, слава богу, в общем-то... Так сейчас мирное время. Будем надеяться. Но в мирное время порох надо держать сухим. Угу. Ну, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, пардон. Мерси. Мерси. Мерси, Мармазель. Сережа. Мерси. Проходите, мы вас ждем. Так вот, это Павел Буре и Эльза Пасова. Это миллиардер. Бандюга, видишь, какой всадкий? Ну, помогает России. Уйди отсюда сигарой. Ваг-ваг. Самый богатый человек в России. Ой, браво, Федорик, браво, браво. Мафия в России. Это группа чиновников. Но их тоже убивает чиновник. А убивает за следующие. Есть объект. Ему за этот объект дали 15-20 миллионов, чтобы он приватизировал объект. Проходит месяц, два, год. К нему говорят, Сергей Сергеевич, вы обещали же приватизацию. Да, обещал. Ну и что? У меня не получается. А дайте деньги назад. У меня нет. На дальнейшие действия тех людей, которые давали деньги. Кто больше является бандюгой? Тот, кто сотни тысяч людей оставляет обездоленными? Без средств для существования? Или тот, кто залазит в кошелек? Ни один чиновник, ни один хапуга близко не делает то, что делают люди моего плана. Ни один, никто в России столько не делает. Чтобы вам было понятно, что это такое, как вы говорите, в лови в законе. Скажи, чтобы остановился. Где охрана, блядь? Ни одного человека охранит. Пусть не играет, пусть не играет. Мы не должны, смотри, на Запад, смотри, там, на Америку или на кого-то и делать, как они хотят делать. Мы делаем так, как нам удобно и как для нашего менталитета в России нужно делать. Какой-то стране демократия подходит, нашей стране демократия не подходит. Нашей демократии нужен человек авторитетный. У нас хорошо, когда долго один есть царь. Извините, господа. Да, да. Он будет участвовать в выборах? И он будет участвовать? Он выгнал свою кандидатуру? Валерий, Валерий, послушай. Я тебе перезвоню. Сейчас я не могу в открытом тексте выразить свое мнение. Я проконтролирую это. Все, обнимаю. Спасибо. Свой человек был, да, во власти. Это же всегда важно. Сергей, вот у меня депутат Государственной Думы. Он, я могу ездить на его машине с его номерами. Меня нигде не останавливают, не шмонают, потому что он личность неприкосновенная. Это просто маленький пример. А пользы он может принести гораздо больше, на самом деле. Российские законы писались под жестким контролем мафиозных структур. Они вмонтированы во властные структуры. Очень сильное влияние имеют на принятие крупных экономических решений и даже политических решений. Очень сильное влияние имеют на принятие кадровых решений. А вор в законе может стать мэром? Если народ выберет, может. А у вас могут стать депутатом с тремя судимостями? Нет? А политиком, ну хотя бы мэром? Что даже мэром у него? Где вы, блин, живете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы вернулись в Россию. Вы стали два раза богаче, три раза богаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Богаче стал. Сто раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам не скажу, сколько у меня денег. Такое я богатый не скажу. Если все бизнесы собрать, в которых я участвую, это, может быть, будут очень большие суммы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня все в России. А здесь интернет, телефоны, вполне достаточно, чтобы следить и контролировать бизнес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы финансовая структура, которых хотят войти в Россию, вы хотели бы увидеть, какая ситуация в том или ином регионе. Я посылаю юристов, аудиторов, смотрю, и мы получаем от финансовой структуры, западной, от 3 до 7 процентов. Белунов у него кличка Леня Макинтош. Один из первых выехал на Запад. Там начал развивать бизнес. Он и сейчас очень позиции серьезные занимает. В бизнес или в криминале? А из криминала не уходят. Я не могу сказать, что они стали совсем легальными. Сами бизнесы легальные. Вот когда на Западе начинаешь говорить об этом, там удивляются, потому что там криминальные сферы четко как бы обозначены. Проституция, порнография, наркотики и вооружение, возможно, и все. И когда говоришь о криминальном бизнесе в нефтяной сфере, ну, непонятно. Действительно, иностранцам непонятно. Это на самом деле черта российского криминального бизнеса, когда сферы совсем не криминальные, становятся все-таки под контролем криминалитета. Банковские, финансовые, внешнеторговые. Все в корректной форме. Спасибо, что не испортили день рождения. Какие корректные люди! Какие они корректные, а? Зашли! Культура, да. Здравствуйте. А вы здесь какими судьбами? Ну, не надо мне снимать. Зачем вы снимаете? Здесь нет никого из криминала. Президенты федерации борьбы, бокса, олимпийские чемпионы у меня не могут здесь в таком месте быть криминалом. С криминалом я могу где-то за городом отдельно, тихо увидеться, где никто меня не увидит. Спасибо. Было время такое, надо это время забыть сегодня. И надо на этом время акцентироваться. Это не то, что эти люди плохие. Эта страна в этом времени была. Понимаете, да? И эти люди просто продукт этого, они не виноваты в этом. Были бы институты, были бы спортзалы, они бы ходили туда и спокойно из них, может, олимпийские чемпионы получились. Но они же сами себя нашли в дальнейшей жизни. Они сегодня прекрасные бизнесмены, прекрасные политики, есть многие. Ну, все, нормально, все исправилось. Нет уже сегодня никакого бандитизма в России. В России, да. Все же нормально. Ну, был период такой. Все кончилось, все. Включите вот он. Включи. Вот эту вот кровать мы отнесем потом туда. Видите, да? Да. Вот тут под навес поставлю, телевизор поставлю, буду лежать. Олимпийские игры смотреть. Да? Солнце будет, тепло, на улице хорошо будет, да? Будущий президент России. Видите, взгляд какой. Головые глаза, блондин такого видели, узбека. Эта икона написана по велению царя Николая. Смотри. Вот Рублев. 1405 год. Вторая икона только в Кремле такая. Вот весь спас на троне. 3 метра и 14 сантиметров. Ее нету ни одной в мире, только одна такая. Это распятие без Иерусалим. И вот эти все иконы я отдам в храм. Но я отдам таким образом, чтобы они были пожизненно. За моей семьей. Я являюсь сегодня президентом Ассоциации Каннского храма. Это было благословением патриарха Кирилла Московского и владыки Илариона русско-зарубежной церкви. Я являюсь президентом. Так что мы уже новую ассоциацию создали, новый выстав. Так что вот видите, что-то получается у нас. Если не мы, то кто? на Диму Старцева похоже. Он, кстати, известный актер. Почему-то, мне кажется, он не очень высокий. Сейчас вот, когда там разговор с Лерой будет, о концовку диалога, почитаем, посмотрим. А здесь человек будет сидеть. То есть вот отсюда. И на него переход. Да, а потом на это... Да. Поехали. Вот морозок. Походу, даже забыл, что только что Леху завали. Такие нами нужны. Один такой целой банды стоит. Главное, чтобы эти двое сейчас с нами были. Ты что, их ему заказал? Угу. Ну, вот здесь нормально. Ну что, поработать с тобой можно? Где Билл, Севастьян, страх добавить. А там, где... А там эмоции, где я тебе сказал. Все эти события, они происходили в реальности. Они там, о них, это самое громкое убийство начала 90-х, только у нас, в Приморье. И вот эти события мы сейчас будем экранизировать. Но поскольку здесь все уже погибли, вы будете изображать тех, кого уже не осталось. А концовка фильма, вот они, нету никого. Все. Друг друга пожрали. Почему вы согласились снимать? Я всегда делаю в жизни то, что я считаю нужным. Если я вам не расскажу, это потеряется тот пласт, который вы никогда уже не вскроете. Вы нигде не найдете это. Нигде, никогда, ни с кем. Вы увидите то, что есть. Не надо изгаляться, выдумывать ничего. Я вам объясняю еще раз. Вы пишете в камеру, я никакой не криминал. Я добропорядочный, я вам всю биографию свою рассказал. Я добропорядочный гражданин России. Я хотел привлечь на новый фильм деньги криминальных авторитетов. Но криминальный мир далек от искусства. Оказалось, я, наверное, один такой. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...